Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в программе подоплёка присяжный адвокат Яни Зелманис и тема «Есть ли жизнь после кризиса? И если да, то какая?» Программы выхода из кризиса, программы развития экономики сейчас уже активно обсуждаются и, как всегда, при восприятии этих обсуждений возникает такое сомнение где тут действия, а где имитация бурной деятельности. К сожалению, не всегда действия и программы правительства, которые предлагают, обсуждают и так далее находят поддержку у общества и понимания, потому что кажется, что делает оно не совсем то, что общество ждёт. В частности, ресторанный туристический бизнес долго ждал, что ему протянут руку помощи, но ему протянули как-то так, что ресторанный бизнес хочет затеять бунт-кастрюль. Итак, сегодня мы обсуждаем жизнь Латвии и других стран после кризиса и то, что мы видим сегодня в информационном пространстве, показывает, что все страны в той или иной степени свои дорожки тарят уже из этого кризиса. В некоторых случаях это происходит в формате капиталистического соревнования, то есть Италия заявила, что открывает границы, Испания, которая говорила, что не откроет границ до сентября, тут же подхватила и сказала, что она тоже откроет границы. Ну, то есть уже началось, так сказать, соревнование за туристов и за гостей, хотя ситуация, может быть, в тех странах, которые соревнуются за гостей, гораздо более была жесткой, нежели, например, в Латвии, которая за гостей пока не соревнуется. Итак, Янис, вы примерно неделю, две назад дали интервью журналу «Дьянос Бизнес» и в нем высказали свое видение ситуации и тех инструментов, которые можно было бы использовать для того, чтобы экономику Латвии оживить. Вот какие это инструменты с вашей точки зрения? Спасибо за вопрос. Добрый день, радиослушатели. Что мне кажется важным, в том интервью я отмечал роль государства в экономике. У нас не очень принято еще с советских времен задумываться, какова на самом деле роль государства и насколько стоит эту роль государства усилить или увеличить. Но считаю, что всевидящее око рынка все выправит и все отрегулируется само. 30 лет у нас царила догма, что вами озвучено, но результаты они таковы, каковы они есть. Я думаю, они были бы лучше, если бы чуть раньше мы бы оценили эту роль и государство бы все-таки занялось чем, чем оно должно заниматься в капиталистическом обществе, это назначать приоритеты и поддерживать свой экспортный бизнес. Что сейчас делать, Влад, я думаю, у нас есть несколько параллельных дорог, на мой взгляд, то есть это чисто мое индивидуальное мнение, все-таки я никто, да, в точке зрения политической элиты или не участник правительства, но мне кажется очевидным, да, что в первую очередь нужно создавать рабочие места или, скажем, видимость рабочих мест за счет просто пособий и субсидий, это раз, с этим у нас не так идеально обстоят дела, второе, что еще более интересно, это все же говорят, да, очень мало практических деталей, да, говорят об усилении экспорта, и говорят об институции Альтум, которая предназначена гарантировать разного рода кредитные взаимоотношения, также есть у нас агентство по инвестициям, которое, ну, с одной стороны, должно привлекать инвестиции труда, с другой стороны, она должна и способствовать латвийскому экспорту, но самый главный вопрос, на мой взгляд, да, как практикующего адвоката, что конкретно нужно латвийским экспортирующим предприятиям, я бы отсеял, наверное, первую двадцатку, реально вступил в интенсивный контакт с ними, и разобрался бы в бизнес-планах и стратегиях, если в этих стратегиях есть необходимость денежных средств, ну, например, на приобретение каких-нибудь конкурирующих или неконкурирующих предприятий на европейском рынке, или на любом другом третьем рынке, тогда нужно задумываться о том, как здраво, да, с точки зрения рыночной и капиталистической экономики, помочь этим предприятиям, да, стать крупнее, укропнить их экспортный потенциал, потому что благосостояние в Латвии, очевидно, да, оно не в внутреннем потреблении и не на внутреннем рынке, оно находится на внешнем рынке. Соответственно, это то, что можно делать сейчас, и когда я дальше, например, с друзьями-банкирами обсуждаю эту тематику, мы приходим к выводу, что, естественно, кредиты и бизнес-планы будут оценивать не чиновники Министерства экономики, они должны в этом способствовать, но это должны быть банкиры, потому что их ежедневная работа оценивать в кредитном отделе разного рода бизнес-планы, потому что нам время, ну, как бы, время в обрез, то есть мы не можем сейчас начать с любителей, которые просто там рассуждают о том, что можно было бы заняться бизнесом, нам нужно смотреть на реально экспортные предприятия, которые уже делом доказали, что они могут, у них есть и продукт, и услуга, и знания, и все, что необходимо для экспорта, но не хватает, грубо говоря, мощи, денег, или каких-то еще денег на компанию по маркетингу, или еще к чему-либо похожему для того, чтобы действительно забывать рынок, потому что выход, потому что у нас всегда царит такое, знаете, благостное видение экономики, что нас, где-то, ждут, там, не знаю, жалеют из-за нашей печальной истории, нас где-то, вот, нам нишу откроют, дадут чего-то, на самом деле, капиталистическая экономика, она очень проста, да, то есть, ты должен быть быстрым, талантливым, наглым, и побыстрее, так сказать, реализовывать свои, свои творческие замыслы, если это удастся, то я вижу в этом такой позитив, что с кризиса мы можем выйти, мы, имеется в виду, наши какие-то лидеры экспорта, и услуг, и товаров, они, кто-то из них может выйти более укропненным, более экспортно ориентированным, и тем самым быть более, так сказать, крупным по оборотам по количеству рабочих мест, создаваемых в Латвии, и в конце концов, государство должно заниматься долгосрочным, стимулируемой экономикой, это вложением в науку, в инфраструктуру, в транспорт, в порты, и все остальное, да, с чем связана, как бы, латвийская география, у нас есть некие, 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 наверное, географические предпосылки, но в конце концов, никто же не отменял правил, что внешняя политика должна соответствовать внутренней, это тоже, как бы, вопрос о наших восточных соседях, да, то есть, ну, как-то, это тоже надо урегулировать, что касается Белоруссии, России. Янис, вот то, что вы сейчас говорите, извините, что я вас перебила, но то, что вы сейчас говорите, это напоминает какую-то малонаучную фантастику, потому что вы говорите о том, что государство должно поддерживать экспорт, оно, в принципе, этот экспорт вызрел у нас в ходе предыдущего кризиса не благодаря государству, а вопреки государству, которое начало, так сказать, затягивать пояса у всех и удавки на шеях, и те, кто хотел выжить, стали задумываться о том, где им найти другие рынки сбыта, и они их нашли. Кроме того, значит, по банкам, получается, что сейчас банки должны поддержать предприятия, а у нас в последние, наверное, полтора года идет просто тотальная война банков с предприятиями, удушение, так сказать, закрытие счетов, проверки вплоть до, так сказать, финансовой, не знаю, финансовой разведки. Я, кстати, в ходе подготовки этой передачи обратила службу финансовой разведки, которая кошмарила бизнес в течение нашего вот этого означенного периода. Они сказали, что это вообще не их дело, так сказать, разбираться с выходом из кризиса и рассуждать на эти темы. Они, видимо, собираются продолжать свою эту политику поиска черной кошки в темной комнате, а вообще-то ее там и нет. Но факт тот, что лес рубят, щепки летят и предприятиям не то, чтобы там об экспансии какой-то думать, им бы вот как-то тут выжить и счета свои сохранить, а не бежать в Литву, в ПСР и не открывать там счета. Ну, все о грустном, о грустном, но мне же не запрещено немного... В полете переобуться и стать белыми и пушистыми все эти люди, которые кошмарили. Я же только свое мнение высказываю, то есть у нас вообще свойственно латвийским институциям власти и у них узкая специализация, да, как герой Райкина говорил, что а кто шел пиджак, я повторяюсь, да, ну, есть, к пуговицам претензии есть, но они намертво пришиты, то есть у нас как борьба с нечистными деньгами идет, идет, вообще намертво идет, да, то есть все, что могли, угробили, да, ну, да, то есть я у своего одного клиента слышал такое мнение, что способность думать в контексте это самая выдающаяся способность, то есть она, к сожалению, у нас не наблюдается, у нас узкая специализация, да, вот министр финансов, он отвечает только, были бы финансы, остаток денег в касте, чтобы выплатить зарплату, больше его ничего не интересует, а кто будет развивать, это министр экономики, ну и так далее, вот у них там, а министр экономики, ну это вообще, как бы, удел, наверное, агентства. Я бы развивал, но денег нет. Ну и так далее, да, и соответственно, ну, как бы, идем по кругу и слушаем, ну, у каждого своя узкая специализация, у нас еще и коалиция, не забываем, тоже уникальная, у нас, ну, как бы, есть, латвийская модель, она во многих случаях уникальна, у нас очень старая, старомодная конституция, у нас очень своеобразный закон о выборах, выборная система, тоже своеобразная, у нас, да, у нас очень много сделано, и существующие институции поддерживают раздробленность, расколотость в обществе, это все так, то есть, ну, разбирая вопрос нечестных и нечистых денег, ну, как бы, не стоит, да, вместе с этой водой выливать младенца, то есть, все же мы должны все-таки прийти, и кто-то должен следить за, наверное, за общий или высший интерес, да, и в моем понимании высший интерес, это все-таки материальное процветание и благосостояние этой экономики, этой страны, ну, какие мы, с каких, понимаете, это имитация проблем, или нечистые деньги, а до того у нас была коррупция, понимаете, у нас, вместо того, чтобы говорить, наверное, о более глубоких проблемах, у нас, ну, я не говорю о квази-проблемах, типа, лесбиянок, или, там, миноритариях разных, да, но борьба с коррупцией, это же такое же, надуманная, ну, надуманная супер-проблема, ну, она была, есть и будет, да, но вопрос материального процветания, он тоже никто не отменял, и, знаете, как говорили, что, вот, плохая работа врачей лежит на кладбище, да, плохая работа учителей находится в тюрьмах, ну, а вот ошибки экономики исправляются за счет эмиграции. Ну, как вы считаете, прогнозы о том, что, как только откроются границы из Латвии, опять, тихлынист, ну, следующая толпа эмигрантов, они обоснованы? Я думаю, что да, я думаю, что вполне обоснованы, есть очевидное затруднение в том, что это зависит от скорости развития экономики других стран, да, если немецкая или английская, а то и, не знаю, ирландская экономика, голландская, реально пойдет, или то, что у нас здесь еще ближе, норвежская, шведская, пойдет реальными шагами на развитие, естественно, будет не хватать рабочего ресурса, и что бы, как бы рецепт известен, оно будет всасывать более-менее образованные рабочие ресурсы из ближайших стран Евросоюза, а менее квалифицированные за счет, так сказать, эмиграции из стран Северной Америки и Северной Африки и Ближний Восток, поэтому здесь бы тоже был, наверное, интерес латвийской экономики даже развиться быстрее Эстонии и Литвы и убедиться, что не латвийский трудовой ресурс едет в Эстонию и в Литву, а наоборот, это очень-очень показательный и объективный фактор, который очень четко говорит, ну, мы являемся успехом или не являемся. У нас есть один комментатор или эксперт, которого мы могли бы спросить о том, как развивать местный трудовой ресурс, это Георгий Николаевич Монакандилас, президент компании АЭДА Логистик, мы сейчас свяжемся с ним по телефону и послушаем его мнение по поводу того, как следовало бы решать проблему безработицы, которая, к сожалению, в Латвии стала достаточно актуальной, у нас уже более 10% людей не имеют работы и это большая нагрузка на социальный бюджет и в особенности тревожит эта ситуация молодых людей, потому что ну, это, наверное, первые, кто могут покинуть Латвию в случае, если они не смогут найти работу. Георгий Николаевич, добрый день. Здравствуйте, Елена Борисовна. Слушаю вас. А вот мы сейчас обсуждаем выход из кризиса и то, что перед нами стоит риск второй волны, ну, не COVID-19, а второй волны эмиграции из Латвии ввиду того, что нет работы у людей. Вот как бы вам виделась помощь правительства в решении этой проблемы, чтобы люди не уехали? Да, совершенно верно, вы правы. Молодежь, и не только молодежь, конечно же, будет уезжать, потому что наверняка сократится количество рабочих мест. Уже сократилось, да. Уже сократилось. Ну да, все сокращается. Упомянул сферу транспорта, но транспорт, это же не только железнодорожные перевозки, морские порты и так далее, автотранспортный автотранспортный отрасль, которая за последние годы очень сильно пострадала, прозрачен причинам. Сегодня находится в полном кризисе, в кризисе ставки на перевозки падают каждый день. Понятно, что работы нету, значит, люди будут уходить, или их сокращают, а потом будут нанимать различных гастарбайтеров для того, чтобы водить машины. Да, если еще у нас станутся автотранспортные компании, которых в свое время был большой парк автомобилей. вот здесь необходимо направить какие-то средства на помощь этим компаниям, на поддержку автотранспортных компаний. И главное, молодежь привлечь, молодежь не хочет ехать, работать на транспорте, вот найти возможность привлечь. их как-то стипендиями какими-то или стажировкой. Обучение, это достаточно длительное обучение, чтобы сесть за руль грузового автомобиля. Тягача, да. Тягача, да. И это как раз та необходимость, на мой взгляд, когда можно было оставить молодежи здесь, не заставлять их уезжать, не искать в каких-то других странах работу, а здесь поднять именно эту отрасль, которая в любом случае мы остаемся транзитным мостом между то есть ваше предложение в том, чтобы целенаправленно поддержать транспортную отрасль и те специальности, которые в этой транспортной отрасли нужны и необходимы. Шоферов ставят, шофера все увольняются, уже практически никого не осталось, даже вот нашей компании мы его нужны были продать и весь транспорт, пару машин осталось, и шоферов нету, некому работать. Понятно. Спасибо, Георгий Николаевич, за Ваш комментарий. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. А, нет, говорит звукорежиссер Евгений Копеевич, что не надо нам перерыва, поэтому мы продолжаем нашу дискуссию. Да, то есть поддержка каких-то программ переквалификации, она уже озвучена, премьер-министр сказал, что надо переучиваться всем в айтишников, как Вам кажется, Янис, в айтишники надо? Я бы айтишники, пошел, пусть меня научат. В целом, наверное, здраво, в целом, направление разумно. Я просто не уверен, что айти является ли универсальным ключом для всех, и я думаю, что нет. Естественно, что если у какого-то конкретного предприятия не идет транспортный бизнес, возможно, есть возможность переквалифицироваться, но в целом, я согласен, что роль государства в том, чтобы, во-первых, понимать стратегический приоритет, у нас до сих пор нет понимания, что для латвийской экономики является стратегическим приоритетом. Мы пытаемся сейчас имитировать, наверное, косвенно, потому что отсутствуют другие идеи, эстонские примерно. То есть, мы их копируем, эстонцы, наверное, в середине 90-х объявили, что это их есть настоящие экономические приоритеты. Приоритеты, они хотят стать айти государством. Чем они и стали, в общем-то. Ну, из-за отсутствия других идей, мы сейчас говорим, мы хотим быть клоном эстонии, как по налоговой реформе, так и, скорее всего, клоном по экономической стратегии. Ну, я бы, наверное, в этой дискуссии поучаствовал. Я не отрицаю, что айти популярное направление, но всегда, знаете, быть номером два, а то и номером три не очень полезно, или это не очень выгодно. Там, как всегда, если ты не первый, ты всегда, тебе достается, как бронзовый призер, он всегда получает намного меньше денежного фонда, чем золотой призер. То есть, ну, а если другого нет, то можно и войти. То есть, ну, это очень, очень, я думаю, принципиальная дискуссия, почему не авиа, а почему только айти. Ну, на авиа, кстати, правительство, 280 миллионов евро, это беспрецедентная сумма. Да, причем без особой дискуссии, там есть вопрос, да, сообразность этой суммы, но в целом, я, опять, как гражданин, и просто человек, следящий за процессами в обществе, я считаю, что вполне разумно, да, потому что я считаю, что нашего единственного авиационного лидера в Прибалтике нужно сохранять. В чем, если так, не так много отраслей, где Латвия является лидером в Прибалтике? Ну, вот одна из отраслей, которая легко приходит в голову, это авиация. Естественно, за нее надо бороться, и как 10 лет тому назад спасали Аэрбалтик и авиацию, даже, ну, не только суть в Аэрбалтике, да, сколько во всем секторе авиации, и, ну, это могло быть, да, то есть, если мы, конечно, ну, у нас есть проект века Рэл Балтик, да, север-юг, ну, понятно, по политическим причинам западно-восточное направление отсутствует, но, может быть, тогда авиация наше будущее, да, и глубоко, да, то есть, и, как я говорил, в контексте смотреть на эту авиацию, да, почему не авиация, а IT, да, ну, если в IT мы все-таки вторые и третьи, то пока еще в авиации мы номер один в Прибалтике. И так, ну, на таком, на таких принципах надо строить эту дискуссию, что же развивать, да, то есть, у нас новый, например, министр экономики, я от него вот жду, так сказать, некого, неких формулировок, как он видит приоритет латвийской экономики. У нас много хороших, красивых программ, никому не нужных, правда, но вот определиться все-таки, как определиться с приоритетом, а потом конвертировать приоритет в реальные действия, этого еще не было за все 30 лет. И в деньги. Радиослушатели могут звонить по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать свои вопросы, делиться мнениями о том, как они видят выход из кризиса и как они оценивают уже произведенные действия правительства. Мы сейчас можем еще раз задать, я несу вопрос касательно его первых тезисов о путях выхода из кризиса. Он, в частности, сказал о том, что латвийские предприятия могли бы скупать конкурентов в других странах и, так сказать, становиться такими крупными холдинговыми компаниями. И в Латвии даже было такое весьма привлекательное холдинговое законодательство, которое должно было бы привлечь бизнес и крупный капитал в нашу страну. Однако сейчас в связи с борьбой с отмыванием денег, видимо, эта программа как-то отошла на второй план и уже не столь актуальна. Хотя можно было бы сказать, что она была вполне привлекательной в свое время. Да, как вы думаете, Янис? Я думаю, тут нужно сбалансировать. И понимаете, что во главе угла борьбы за чистоту денег стояла неспособность латвийского банковского предпринимательства или латвийских банкиров отличить чистые деньги российского происхождения от грязных денег. То есть общее, чтобы человек люди понимали, слушатели, о чем речь. Речь о том, что в России есть деньги, заработанные предпринимателями, то есть чистые, и есть деньги, которые так называемые, например, коррупционные или еще по каким-то причинам грязные. И, соответственно, это тонкий профессиональный вопрос, сложный, поставить систему отслеживания так, чтобы одно другого отличить. мы сейчас пришли к ситуации, что холдинговое законодательство направлено на то, чтобы привлекать сюда иностранцев. На том построен бизнес и того же всем надоевшего Кипра, но не только. Этим занимается Люксембург практически сто лет, Нидерланды занимаются 60-80 лет. Единственное, трезвое холдинговое законодательство и в Швеции, и в Дании, оно было и будет. Но из-за того, что на мой взгляд, это была полная фиаско и проверяющих, и самого цеха банкиров, то, что поступавшие сигналы лет 15, что они непрофессионально ведут эту работу или наоборот, они теряют свою профессиональность и не способны справляться с ситуациями, привлог к тому, что в конце концов одной институции заокеанской пришлось жестко наказать латвийские крупнейшие банки, потому что местные силы не справлялись с этой задачей. Поэтому, ну да, о каком холдинге мы можем говорить, если мы сейчас, ну, как бы, возможно, что, как бы, вот после этого, как бы, я бы назвал его ядерного взрыва, да, в чистоте денег, когда все вокруг, так сказать, все поле почищено, ну, когда-то что-то будет восстанавливаться. Да, ну, мы понимаем, что холдинг не может быть в отсутствии, скажем так, плотного слоя или доступа иностранцев к рынку холдинга и банковских услуг. Если же мы говорим, что однозначно, да, холдинг нет для России и любых других предпринимателей бывшего СССР, то, ну, это, скорее всего, уже, наверное, почти что на 99% и сказано. Поэтому остается как бы искать свою нишу и ловить клиентов на более сложном, более зрелом рынке, ну, так называемому Европосоюзу или западном рынке. Соответственно, там тоже нас никто особо не ждет. Есть же Люксембург. Да, ну, нам до Люксембурга примерно так же, как до Луны, да, то есть, ну, в этом тоже есть некая роль государства, чтобы у нас были компетенции, знания, образования, традиции, суды, прокуратуры, полиции, все, что есть в Люксембурге, чего нам не хватает, то есть, обычно иностранцы же, нам всегда казалось, что вот мы примем один закон и все к нам потянутся, но у нас очень много таких болящих моментов или болячек, то, что касается работы судов, особенно я сталкиваюсь с тем, что касается работы полиции, это просто ужас. Соответственно, ну, у нас пока нам так далеко до Люксембурга, мы не настолько конкуренция не способны, да, с Фейцарией и Люксембургом, ну, даже с Кипром нам особо делать нечем, да, поэтому, если бы это стало, ну, это сейчас не популярно, наверное, у политиков, говорить о Латвии как холдинговой юрисдикцией, причем, если мы говорим, что холдинговая юрисдикцией без СНГ, то, ну, на чем мы со своей бедностью выйдем на рынках Евросоюза, с чем мы выйдем, с какими реальными предложениями, что мы можем, да, с индивидуальным подходом, банки готовы работать на рынках Евросоюза, то, что государство могло бы помочь, это вот такие институционные улучшения, которых нам реально не хватает, чтобы латвийскую юрисдикцию продвигать. То есть, государство может сказать, что мы отделяем, ну, борьбу с грязными деньгами от экономических интересов, мы пытаемся сделать эту борьбу какой-то более адекватной, а для всех прочих мы говорим, что Латвия это благоприятная страна для экономики, и вот своим собственным предпринимателям мы говорим, идите, расширяйтесь, плодитесь, размножайтесь, покупайте родственные предприятия в других странах, но предполагается, что в других странах должно быть хуже, чем у нас, то есть, нам есть, что купить за границей? Ну, всегда у нас же открытые границы, рынок единый, евросоюзовский, да, то есть, нам нужно размножаться во всех отношениях, в том числе и привлекая предпринимательства или предпринимателя инвесторов в Латвии, но это у нас всегда был такой аксиомным тезисом, что всегда в нас вложатся, придут какие-то инвесторы, которые нас осчастливят, но с другой стороны, мы творцы своего собственного счастья, да, и нужно как бы как раз, например, у наших северных соседей учиться напористости и желанию ходить на другие рынки. Я думаю, что тезис должен быть, что предпринимательство не есть грязные деньги, да, то есть, предпринимательство, оно, ну, почти, что на 80-90% это абсолютно почетное и чистое, так сказать, занятие, и не надо путать предпринимательство с преступностью, да, то есть, предприниматель не знак равенства с понятием преступник, да, и отмыватель денег. Поэтому, мне кажется, как говорил классик, да, у нас много перегибов на местах, да, и то, что вот запрещать, не пущать, это всегда легче исполнимо, чем созидать и сотворить, да, то есть, это намного сложнее и интеллектуально более сложный вызов. Янис, вы сказали об институции Альтум, и это было одно из первых брендов, которые были названы в начале пандемии, о том, что через институцию Альтум будут предоставляться какие-то программы помощи предпринимателям и так далее, то есть, вы немножечко трактуете эту помощь расширительно, то есть, не просто там на поддержание штанов, на оборотные средства подкинуть денег, а дать именно инвестиционный ресурс, так я понимаю, через Альтум для вот той сильной двадцатки, которую вы видите как исполнители будущей экспансии. Ну да, если так вот с таким красным примером разразиться, то есть, понимаете, что, ну, кто-то озвучил, что у нас доступно порядка четырех миллиардов, ну, есть первое очень очевидное и не очень умное, на мой взгляд, решение, это всем неполным двум миллионам жителей Латвии, ну, можно там для разнообразия отсечь младенцев и стариков, и каждому, грубо говоря, перечислено на счет двести тысяч. Ну, в принципе, я думаю, год-два будет просто завал экономической активности, особенно потребления. Вопрос первый, который нужно задать, четыре миллиарда, это субсидия невозвратная или это все-таки кредит? Если мы говорим, что это кредит долгосрочный, то нужно биться за то, чтобы он был более долгосрочным, чем краткосрочным, то есть, если это кредит не в пять, а в десять, а возможно в двадцать лет, и четыре миллиарда для Латвии, это половина примерно нашего госбюджета. Представляете, такого вызова в латвийской экономике никогда не было, что четыре миллиарда нужно толково вложить в экономику. Дальше вы задаете себе следующий вопрос, если не хотите всем жителям Латвии отправить по двести тысяч, то кому вы хотите дать? Кому вы хотите дать крупные, ну, опять по латвийским меркам сногсшибательно крупные деньги, да, которые начинаются там от десяти, двадцати, пятидесяти, а может быть сто миллионов, кроме Air Baltic некому давать триста миллионов, ну, или почти некому, это очень, и это очень ответственный вопрос. Вы должны понять, что у Альтам не хватает сейчас человеческих ресурсов, у Министерства экономики не хватает, ну, то есть, я, ну, как бы, я по работе с этим сталкиваюсь, представляете, что это значит оформить один, собственно говоря, один выданный кредит на триста миллионов, сколько туда нужно работы вложить, какую там нужны компетенции. У нас таких ресурсов очень мало, соответственно, у Альтам их тоже не хватает, а где они есть, они, единственное, где я вижу, это коммерческие банки, как, собственно, с латвийским капиталом, так и с иностранным, то есть, нужно здесь какое-то партнерство между источником денег, волей государства, компетенцией и, в конце концов, самого предпринимательства. Все самое печальное, мне кажется, что у нас самый большой вызов, у нас нет агрессивных бизнес-планов у тех экспортеров. Да, то есть, я пока сталкиваюсь с единицами, ну, возможно, это просто мой ограниченный круг общения, но этих единиц должны быть десятки, и причем десятки на проекты супермасштаба, то есть, супермасштаба, потому что здесь не идет речь о полмиллиона или полтора миллиона, здесь идет возможность прокритироваться на долгую, на очень масштабные проекты, ну, по-моему, с масштабом у нас немного проблем. Есть сложности, есть у нас звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, слушаю с удовольствием вашу передачу, и действительно очень здорово все вы говорите. Я единственное хотел сказать маленькую ремарку, какого уровня, это то, что на самом деле мы не будем успешны по одной простой причине, это потому, что в нашем государстве мы, к сожалению, к огромному сожалению, не доверяем государству. У меня бизнес и здесь, и в Эстонии. В Эстонии совершенно другая атмосфера, бизнес-тмосфера, ну, там даже нельзя сравнивать. И все происходит положительно именно потому, что мы там доверяем государству. Понятно, спасибо большое. Кстати, у нас есть еще один эксперт, которого мы могли бы спросить о том, как соотносится ситуация в Латвии с другими странами Прибалтики. Это Ольга Петерина, она является руководителем компании, которая производит, производители, экспортер. Вот, сейчас мы попросим нашего звукорежиссера набрать ее по телефону. Да, к сожалению, вот попытка копировать чужой опыт как-то у нас все время не складывается. Сейчас Ольга уже с нами на связи. Ольга, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Мы вот сейчас затронули тему сравнения Латвии с Эстонией. Слушатель позвонил, рассказал, что есть большая разница в том, как Эстония относится к предпринимателям и предпринимательству в этих сложных условиях. У вас есть бизнес в Литве. Можете ли вы сравнить отношения Латвии и Литвы к вашему бизнесу и помощи государству, которую вы получили? Ну, скажем так, если принципиально сравнивать, то можно сказать, что в Латвии помощь оказывается по запросу самого предпринимателя. Там дадут или не дадут, это уже там решение отдельно потом принимается в непонятную ситуацию с какими-то изменениями постоянными. В Литве все происходило намного проще. Литовское Министерство финансов и экономики само сразу определило список, поскольку все в электронном регистре, все в цифровых этих. Ну, мы же знаем, что у нас и ВИТ, и все же. Ну, конечно, база данных огромная существует, да. Так вот, ну, например, Министерство финансов и экономики сразу в начале периода пандемии, когда все это началось, само прислало тем фирмам, кто был, так сказать, удостоен, да, каких-то, какого-то внимания или помощи со стороны государства, с указанием того, что, например, вот как в моем случае было, ваша фирма имеет право на 90-процентную компенсацию расходов в данный период. Все. Прямо всех расходов и не только зарплаты? Просто было написано всех расходов. Да. Вот. И в дальнейшем нам надо было просто ежемесячно отправлять определенного вида формы. Не надо было указывать никаких сумм, ничего, поскольку все данные так автоматически попадают во все регистры. И, соответственно, мы заполнили указанные формы и буквально через три дня получали определенные суммы денег. Понятно. Вы не увольняли там сотрудников, у вас предприятие продолжало работать? Да, оно продолжало работать и мы даже, хотя, в принципе, сказали, что можно делать сразу отрочку платежей, налогов и всего остального, но нам не было смысла это делать, потому что слово отрочка не подразумевает отмена. Ну да. Накапливать долги это опасное дело. Да, не было смысла. И могу, если это интересно, например, порассказать еще о Мальте, но тоже маленькое же государство, не огромное, скажем так. И там, например, в этот период государство закрыло весь бизнес, какой можно было, и сообщило всем о том, что у них никакой отсрочки платежей, налогов, ничего не будет. Оно просто отменило все налоги, у фирм которых оно сказало закрыть бизнес до сентября месяца. И написали, раз государство виновата в том, что бизнес закрывается, но мы дали такой указ о сокращении, о прекращении работы, то государство не будет претендовать ни на какие выплаты за период остановки бизнеса. Все. Ну, а людям зарплату как же? Ну, людям зарплату это там, они сами. Дело в том, что государство еще там по 500 евро каждый месяц платило. Понятно. Список граждан имеется, да? Кто работает, все посчитаны. Все посчитаны, поэтому непонятно, когда нужно потом еще что-то подпрашивать. Ольга, вопрос вот по поводу восстановления экономики. Какой ваш прогноз? Вот, ваше предприятие конкретно сможет, допустим, в этом году сохранить объем продаж или, может быть, увеличить? Может быть, вот Янис Зелманис, наш гость сегодня говорит, что, может быть, это время для экспансии, покупки каких-то слабых предприятий в других странах? И можно было бы такой сценарий реализовать? Ну, дело в том, что кто нацелен на, ну, так скажем, на приобретение чужого бизнеса, да, он знает всех своих контурентов, знает свои какие-то слабые места, знает просто бизнес пустой, покупать смысла нет, да, покупает же какой бизнес, у которого есть интересный товарный знак, есть активы, да, что-то еще. Имя, да. Когда слово бизнес говоришь, да, это же все подряд нельзя подразумевать, да, то есть то, что может представлять интерес. А когда не знаешь, что ты ничего не покупать не будешь? И опять же, в какой сфере работаешь? Если мы работаем, например, в сфере там энергоэффективности или там энергетики, то однозначно, что этот бизнес, он вообще практически никак не пострадал, и ну ничего не изменилось, да, появился просто отложенный спрос на определенную продукцию, которая сместилась там еще каким-то образом. Тем более, например, наша продукция, она покупается обычно в сезон, когда котельные там, ну, немножко приостанавливается, начинается вот ремонтная кампания. То есть у нас нет никаких особых проблем. Понятно. Спасибо, Ольга, за ваш комментарий. Время нашей программы подходит к концу, и так, чтобы сделать какое-то резюме, мы можем сказать, что предприниматели имеют запрос к государству о том, чтобы оно наконец-то сформулировало свои приоритеты, осмысленно подошло к финансированию этих приоритетов, и громко объявило о том, что оно готово поддерживать национальные компании в расширении их экспортного потенциала, их активности, и если такое заявление будет сделано, то, возможно, кто-то из предприятий, которые раньше не верили в то, что государство Латвия может им протянуть руку помощи, поверят, и за этой рукой помощи обратятся. У нас сегодня в программе подоплека был присяжный адвокат Яни Зелманис. Мы обсуждали жизнь после кризиса и какой она будет, очевидно, она какой-то будет все-таки. Обязательно будет больше лидерства от нашего правительства. Да. А в следующий раз мы обсудим программу трудовой иммиграции, которую уже сейчас продекларировала Германия. Вот, мы пока с безработицей, а они уже готовы наших людей брать на работу. Как и когда, вот об этом поговорим в следующую пятницу, в следующий четверг. С вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская, звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго.